По-моему, 8. Лекция 8. Она называется «Сортировки». И, собственно, в прошлый раз я обосновал необходимость сортировок. Через то, что в сортированном массиве намного удобнее и легче жить. А как именно сортировать хорошо, я вам не показал. Пока что была только сортировка без я. Плохая. Заведомо плохая сортировка. Итак, классические или так называемые квадратичные сортировки. Квадратичные сортировки. Это большая тема. Вот тема, собственно, конкретной сортировки. Первая сортировка, она будет простой, красивой и понятной. Сортировка вставки. Вы, наверное, помните, что в прошлый раз, на той неделе, я вам рассказал о циклическом сдвиге в списке. Циклический сдвиг в списке. Помните? Так как мы элементы по одному подтягивали, да, таскали налево-направо. Вот сортировка вставками, она содержит это замечательное действие. Сортировка вставками. В чем ее суть? Когда мы будем двигаться циклически, сортируя массив, нам нужно, очень важно в любом цикле, понимать некоторые инварианты. То есть, некоторое логическое утверждение, которое явно в самой программе команды не записано, но оно является основополагающим при написании цикла, когда ты думаешь о нем. Инвариант выполняется до начала цикла и по окончании цикла. Понятно? Понимаете? Логическое утверждение. Оно содержит в себе, чаще всего, и так оно бывает нужно, содержит в себе параметры цикла. Соответственно, сортировка вставками будет у нас сортировать, ну давайте сейчас я как-нибудь расположу элементы. Я обычно, знаете, когда я первый раз сортировки ввожу, я нарисую солдат, строй солдат. Давайте, нарисуем строй солдат. Обычно. Вот у меня строй солдаты. Повыше, пониже, повыше, пониже, 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 повыше. Давайте промежуточного. Оставим еще. Вот такого. Тяйца стоят в строю и прапорщик должен их отсортировать. Давайте найдем некоторый подход, который позволит им это сделать. Вот давайте определим некоторый инвариант. А именно, давайте так скажем. Какая-то часть этого массива уже отсортирована. До начала цикла. Какая часть массива уже отсортирована. Вот есть разные подходы к этому, но можно сказать, прапорщик может так себе сказать. Он скажет, вот этот солдат сам в себе уже отсортирован. Это не значит, что он стоит на своей конечной позиции, но если я рассматриваю под массив, ну или говоря языком бетона, срез, вот этот срез, да, то в рамках этого среза у нас срез упорядочен. Согласны? Так давайте расширять пространство упорядоченности. То есть на очередной итерации я, когда и будет равно единичке, да, я хочу очередного вставить, то есть добавить его. Для этого мне требуется осуществить вставку этого товарища в срез, да, срез из одного элемента. Ну, я сейчас готовлюсь, потому что там будет на самом деле под массив именно, да, пока что он не элементарный, из одного элемента состоящий. Ну, вставка его туда. В данном конкретном случае, конечно, просто что вставить этого туда, а этого переставить, переставить. Что это фактически будет значить? Что я этого товарища сдвигаю налево до каких пор? До тех пор, пока порядок между этим товарищем и этим неправильный. И он будет у меня, вот этот вот товарищ, он как бы у меня вставляясь в этот строй, он двигается сквозь солдат, стоящих слева от него, да, он сейчас как бы горит, двигается сквозь них, пока он ниже их роста. Понятно? То есть, этот товарищ пошел туда и в какой-то момент остановился, потому что тот, кого он должен преодолеть, уже ниже его, или, ну, в данном случае, какая ситуация, или просто он уперся в начало списка. Ну, тогда уже автоматически он должен остановиться. Ясно, да? То есть, логика вот этого хода назад, логика отключения. Ну, в данном случае, понятно, что должно произойти. Они должны просто поменяться местами и встать вот таким вот образом. Этот сюда, этот товарищ сюда. Теперь у меня вариант, который я выбрал, а именно, часть массива отсортирована, расширяется. Так, внимание. У меня и, чему равнялся? Вот смотрите, первый и, с которым мне что-то пришлось делать, то учитывая, что элемент нулевой, первый, второй, третий, четвертый, да, вот первый и равнялся единице, тот, которого надо было вставлять, потому что нулевой элемент уже, как я сказал, отсортирован. И в то же время я могу сказать, что вот это самое и, которое в самом начале я выставлю в единичку, оно же будет означать размер отсортированной части списка. Размер отсортированной части или массива. Ясно? То есть у меня как раз один элемент был отсортирован, после того, как я вставил элемент с индексом и равно 1, у меня что стало? Ну, надо переходить к и равному 2. То есть глобально цикл будет у меня идти вперед по этим и. Ясно? Ну что, давайте сейчас дорисуем дальше это дело. Теперь у меня будет вставляться туда вот этот товарищ, да? То есть я говорю, так, я хочу расширить пространство отсортированности. Я этого товарища вставляю, и я что делаю? Циклически двигаюсь им влево, пока не окажется тот, кто левее его, ниже его роста. А сразу. То есть цикл получился ноль итерации. Точнее, как по сути одна входная итерация, проверка того, что тот, кто слева, он меньше ему. Все. И у меня, соответственно, и уже равно 3 целых, да? Мы дошли уже и 2, и 3. И теперь у меня отсортировано 3 элемента сами к себе. И нужно вставлять элемент с индексом как раз 3. Да? Я его беру, и этот товарищ шагает сквозь них, меняясь с ними местами. А эти товарищи, что делают? Они, по сути, вот так вот сдвигаются. С лево направо сдвигаются. Пока тот не освободится, для него видно. Можно даже сделать так. Чтобы сразу у меня было понятно, что делать. То есть его не копировать туда кажется. Зачем лишние копирования? Давайте сделаем так. Вот этого товарища вытащим во временную переменную. Помните? Я же так и таскал во временную переменную, да? Ведь фактически мне нужно сделать циклический сдвиг. Да? То есть у меня в некотором подмассиве произойдет циклический... Ну, здесь прям в чистом виде видно, что циклический сдвиг произойдет, да? То есть я его выдернул оттуда. Место как бы фактически освободилось, да? У меня этот вставляемый. Тут на этих товарищей я передвину, а этого товарища я кладу на соответствующее место. Ясно? Все очень просто. Дальше мне остается что сделать? Только вставить последнего. Значит, логика, я думаю, уже понятна. Давайте писать, собственно, программу. Итак, я буду оформлять это сразу как функцию. Заодно заголовок автоматический в коде появится. Insertion Sort. По-английски она называется так. Insertion Sort. Она будет сортировать массив A на месте. То есть прям вот, пользуясь ссылкой, прям так же и сортировать. Итак, что я делаю? Я запускаю цикл for i in range. Начиная с, как я уже сказал, первого, потому что у меня как раз i равный 1. Один элемент уже отсортирован. Я вставляю элемент второй. У него индекс 1 как раз. Значит, с первого. По какой? По n не включительно. Ну, по len a, да? Это четверка. А len a равно 5. n минус 1, понятно, да? n минус 1 элемент нужно тоже будет вставлять. Значит, я здесь пишу len a range как раз. Len a минус 1 еще возьмет, а len a будет просто 100. Что я делаю дальше? Мне требуется спасти этот элемент, вставляемый во временную переменную. tmp равно a и p. А теперь я начинаю двигаться от и этого элемента, и и и минус 1 элемент, к началу. Да? Но я это буду делать не с помощью цикла for, а с помощью цикла while. Потому что у меня там будет, например, неизвестен момент остановки. Нужно не до нуля бежать, да? Не до самого конца, а до момента, пока там не окажется ни более низкого роста, товарищ. Что я делаю? tmp равно a и p. Да? Давайте я все-таки как это люди делаю. Я сделаю, чтобы вы смогли этот алгоритм переписать на другой язык. Я напишу k равно i. То есть я выбираю сейчас, вот ищу позицию. k это у меня позиция, по которой я буду бежать. Понятно, да? Значит, k должно у меня начать с какой позиции? Кого я начинаю сравнивать с этим элементом? А? Предыдущий. Значит, либо тут я напишу минус 1, да? Давайте, наверное, тут и напишем минус 1, чтобы подчеркнуть, что вот это k, это позиция того, который у меня... Значит, у меня будет k переставляться в k плюс первую позицию. Понятно? Чуть-чуть я сдвиг сделал. Не так, как на той лекции, в циклическом сдвиге. На право. Чуть-чуть индекс на единичку сдвинули. Так, k равно i минус 1. Дальше. До каких пор я продолжаю k уменьшать и при этом сдвигать? Ну, понятно, что тут будет у меня a, k плюс первый равно a, k. То есть я делаю копирование вот этого, да? До каких пор я это делаю? До тех пор, пока k больше либо равно нуля, либо равно надо. Нулевой элемент тоже участвует в сдвигах. И при этом a, k, ты у меня что? Выше, чем tmp. tmp больше, чем tmp. Два и точек. Я хочу вам сказать, что тут я воспользовался ленью языка питон. Я вам помните говорил, что в питоне ленивые i и или. Да? Представьте себе, что я поменяю местами вот эти два условия. В этом случае, когда у меня a, я забыл одну вещь сделать, ребят, я забыл одну вещь сделать, k минус равно 1. Конечно же, я должен шагать этим k, переключаться на предыдущую, 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 пока не найдется место. Ну и когда я закончу, давайте тоже это сделаем. В a и ту позицию, в и ту позицию, ой, в и ту, в k ту позицию я кладу кого? А правильно ли не получится? Дело в том, что k у меня, когда произошла остановка, k у меня еще перешагнул. Не очень хорошо получилось. Может быть, надо было все-таки начать с этой, с i минус первой, с i, а просто смотреть здесь на k минус первую. Может быть, так стоило сделать. Ну и уже как есть, уже не трогаем. Да, но смысл в том, что вот здесь вот будет не последняя k, с которой произошел сдвиг. Да? У меня освободилась позиция k. Но k еще уменьшился. Поэтому мне тут надо k, ну, короче говоря, представьте себе, что у меня уперлось в ноль. И k оказался равным нулю. Еще сработало, да? k стал отрицательным. В какой элемент я должен записать этого временного? Очевидно, в нулевой, да? А k равно минус один. Поэтому здесь k плюс один. Поняли, да? То есть, вот сейчас такой проверки, краевой. Просто понятно, что мы не ошибемся с номерочком, чтобы не отложиться. Понятно? Так вот, в k минус первый я кладу tmp. Ну, то есть, фактически, сортировка остатками содержит в себе циклический сдвиг. Внимание! Поскольку insertion sort сортирует массив на месте, то мне не нужно ничего в return делать. Return не надо. Потому что a автоматически так же, где дали, вот он по ссылке изменяется. Тот самый a. Понятно? Потому что я меняю его элементы. Нигде присваивания в a нет. Поэтому я продолжаю работать с той удаленной переменной. Удаленной в списке. Значит, еще раз. Насчет лени питона, которая здесь крайне полезна. Лень проявляется в том, что вот это условие проверяется в начале. То, что k больше либо равно нулю, является гарантией того, что вот здесь вот я не выйду за границу списка. Ну, как бы не влезу, ну, минус первый это еще и плохо, в том смысле, что я случайно попаду в индекс с конца, да. То есть, как бы с конца, значит, вообще бред какой-то. То есть, не ошибка даже, да, а просто какое-то значение. Так вот. Вот это вот проверяется в начале, и второе условие просто не проверяется. Если это ложно, то проверять не надо. Понятно? Поэтому очень важно, что я написал в начале k больше либо равно нулю, а потом ak больше, чем tmp. c плюс плюс он тоже ленивый в этом смысле, поэтому там тоже это будет реализовываться так же. Не нужно отдельно прописывать это отдельными операторами. У нас в этом случае k разве не всегда больше равно нулю. Она же зависит от i, а i принимает значение от единицы. То есть, k принимает значение от нуля. Вы давно зашли? Тогда обратите внимание, что k уменьшается. Мы ползем этим k справа налево. Еще раз. Этот товарищ, он как бы проходит сквозь этот ряд, ищет свое место. И если он оказался, что он с этим товарищем поменялся, то он будет пытаться, как сказать, обратиться к некоему, который стоит на минус первой позиции, типа... Нет? То есть, это ограничение, но обязательно нужно. Либо до того момента, пока там стоит кто-то ниже его ростом, либо до границы списка. Итак, research and sort мы с вами посмотрели. Ее асимптотика, то есть, скорость ее работы, скорость работы вот этого вот алтарита, в худшем случае, а худшим случаем является отсортированный наоборот список, да? Потому что каждый раз мне приходится, ну вот, вставлять очередной элемент, пробегая практически весь список. То есть, вот этот товарищ пробегает вот досюда, да? Вот этот вот потом, эти товарищи уже упорядочились, да? Этот товарищ пробегает вот опять до конца, да? То есть, этих всех приходится сдвигать. Каждый раз он приходится всех сдвигать. Получается, что первый элемент с индексоматии, да, второй, вставляется, он делает одну вот эту операцию сдвига, да? Этот делает две, этот три, четыре и так далее. Ну, это получается, что у нас сумма альфиметической прогрессии, да? Один плюс два плюс и так далее, плюс n минус один, да? И очевидно, что сумма этой прогрессии равна чему? Один плюс n минус один пополам, да? Умноженное на n минус один. Ну, и оно пропорционально n квадрату, да? с коэффициентом численным. Математически это записывается o от n квадрат. Почему o большое пишут? Имеется в виду, что функция количества операций покрывается функцией n квадрат, да? То есть, она, вот это n, а это количество операций. Давайте я чуть-чуть освобожу. А это n операций. У меня количество операций зависит не только от количества элементов, но и, конечно, от их расположения. То есть, сама выбор, она многое определяет. Потому что, если у меня массив отсортирован идеально, то сортировка вставками, она только убеждается, по сути, только пробегаем, проверяемся, да? Каждый раз очень коротенькие пробежечки на единичке. Так и раз, 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 раз. И это операции. Очень быстро. n просто равно n. Но получается, что у нас как бы есть некоторое раз... При каждом n у меня есть не одно, а какое-то количество вариантов, да? Так, 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 с разными скоростями трамвого алгоритма, да? Но худший случай, худший случай у меня все равно... Вот если я буду худшие случаи рисовать, да? Худшие случаи рисовать, то эти худшие случаи у меня не хуже, чем n квадрат. Ну, может быть, с каким-то коэффициентом. А может быть, 10 умножить на n квадрат, может быть, 100 умножить на n квадрат. Вы, наверное, согласитесь, что здесь важнее показатель степени, чем то, насколько. Знаете почему? Потому что чисто математически. Представьте себе график. Какой-нибудь у равно 1000х2. И какой-нибудь график у равно 0.001ху. 1000х2, она вроде бы взлетела сразу. А 0.001х3, он у меня гладенький, 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 растет, 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 медленно растет. Но если я на самом деле возьму это дело, все принижу, сожму и посмотрю на то, как оно происходит, сделаю другой масштаб. То окажется, что у меня вот этот самый х2, он себя ведет, растет квадратично. Пропорционально х2. Ну, понятно, с каким-то коэффициентом. А этот вот х3, он у меня, может быть, стартовал относительно медленно вначале. И этот товарищ его обгонял, но потом х3 возьмет свое. С любым коэффициентом. И можно даже решить это как уравнение. А именно в какой момент этот товарищ окажется больше вот этого. Больше, чем 0.001х3. Х2 уходит. Да, х должен оказаться больше, чем что? 10 в 6. А? 10 в 6. 10 в 6. Всего лишь на миллионе он его соживет. Понятно? Ну, я специально дал достаточно большой диапазон. Тысяча операций, но квадратичная симптотика. Ну, здесь 0.001 вообще странно себе представить. Понятно, что хотя бы одна операция нужна в кубической. Но смысл в том, что у нас количество операций в первую очередь, когда у нас будет алгоритм масштабироваться, сортировка 10 элементов. Вы понимаете, зачем плоха сортировка обезьян? На 2-3 элементах это фигня. Нормально можно сортировать. До 4-5 это уже умерло, да? Так, ладно, сортировка обезьяна, она шутливая. А вот здесь, да, у нас будут стоять вопросы о выборе этой симптотики. И нам лучше пусть будет больше операций на каждой итерации, но самих итераций будет меньше. То есть нужно стремиться, ну, как минимум, х2. Давайте вот хотя бы так, да? Ну, какие были хорошие эти однопроходные, в которых м операция пропорциональная, да? Так. Теперь, что мы с вами делаем? Значит, с этим я разобрался. Следующая сортировка. Порядок. Следующая сортировка выбора. Допустим, мой прапорщик любит однозначность и окончательные решения. Он хочет, чтобы у меня на первой позиции, на первой итерации сразу оказался тот, кто там будет на самом деле. Вот окончательное решение. Потому что здесь у меня все время, ну, была неопределенность. То есть могло оказаться, что все ребята стоят не на своей позиции, потому что есть какой-нибудь мелкий, который там стоит справа, и он их всех сдвинет. Да? А он хочет так. Давайте сразу поставим сюда самого мелкого. Выберем самого мелкого и поставим его в самое начало. Этот алгоритм близок к поиску только не максимума, а минимума. Давайте найдем минимальный элемент и поставим его сюда. Понятно? Вот. Он берет. Для поиска минимального элемента мне требуется пробежать полностью весь список справа. Но тут никак, потому что откуда я знаю, кто из них минимальный, да? Но пробегаясь, я нахожу этого минимального, о, запомнил, нашел, да, это минимальный, и кладу его сюда. Но на самом деле можно немножко, чуть-чуть схитрить, я именно так и буду делать. Я должен же, поставив его сюда, этого товарища, поставить на его место. Логично? Поэтому, что я должен буду сделать? Я буду делать так. Я найду, вот я сейчас хочу в эту позицию расширить. Да, надо сказать, что инвариант этого, этой сортировки такой. У меня для и равного нулю, то есть и равно нулю, будет у меня в начале. И у меня реально ноль элементов сортировано. То есть пустой срез. Срез от нуля до нуля не включительно, да, потому что у меня, то есть у меня будет здесь инвариант в том, что отсортировано от нуля до и. Причем и на самом начале равно нулю. Ничего не отсортировано. Плохо дело, но инвариант является истинным. Понятно, да? В данном случае отсортированность этого среза подразумевается, что все в этом срезе стоят в финальных позициях, больше притрагиваться к ним не надо. Они все уже стоят в окончательных позициях. Итак, я хочу расшириться на и равной единице, да, то есть вот расширить на вот такой вот срез. То есть что я должен, еще раз говорю, мне нужно, а, для поиска максимума, помните, там нужно что? Место постамерного, то есть место, где у меня будет стоять временный, ну давайте минимум, у меня же минимум. Временный минимум. Да, и вот очередной приходится соревноваться. Сейчас, слушайте, во-первых, там была проблема с манекеном, да, ну с временным, как кого поставить в самом-самом начале. Вот. А во-вторых, мне нужно что? Отдельную переменную создавать. Давайте так. Выберем вот это место, итое место, итое место, и будет моим постаментом. То есть а, итое, и есть позиция временного минимума. В чем плюс? Там и так уже стоит первый кандидат, его не надо сравнивать с манекеном, да, он уже стоит на своей позиции. Он является первым временным кандидатом на минимальность среди тех, кто справа от него. Среди его и остальных. Да? Соответственно, что мне требуется сделать? Ну давайте вот сразу писать алгоритм. Значит, это будет def choice sort. Choice sort. Ей требуется список а, она сортирует его на месте. Что я делаю? Я пробегаюсь этой самой и. Это у меня будет сейчас позиция для минимума, да? for i in range. Так, кстати, еще один интересный момент. А докуда мне это надо делать? То есть вот, допустим, сюда я ставлю самого маленького, а этого товарища я переставляю сюда. Дальше что? Я переключаюсь. У меня теперь тут стоит самый маленький среди всех. У меня i равно 1. Да? Вот это место, куда я буду сейчас вставлять минимальный из всех этих. Это первый кандидат. Этот меньше его, меньше. Ну, как по поиску минимума, да? Я меняю местами того, кто стоит с тем, кто стоит на постовете. Постовет прямо тут в самом насилии. Значит, этот товарищ меня тут теперь, да? Он переместился. Дальше. Этот меньше, меньше. Меняем местами. Этот товарищ обратно. Этот сюда. Да? Этот меньше. Нет, не меньше. Все. То есть, у меня пробегание внутреннее должно достигать последнего элемента, у которого индекс n-1 элемент. Да? А когда я буду, собственно, указывать, какой я сортированный, то у меня произойдет следующее. Я i равный n-2 сюда ставлю в окончательную позицию человечка, а этот товарищ автоматически окажется. Да? Ему деться больше некуда. Там автоматически окажется тот, который самый большой. Вот. Поэтому у меня позиция i будет пробегать значение от нуля до len a-1, не включительно. То есть, n-1 элемент включать не надо при этом пробегании. А вот когда я буду бежать сейчас и искать того, кого вставить, да, мне не требуется сейчас восстановка временного минимума, потому что он и так, я говорю, временный минимум и так доходит в позиции i. Да? И что я теперь делаю? Вы можете так написать. Давайте комментарий напишем, да? В, а, и, да, временный минимум. И поехали. Цикл for. Давайте вторую перемену назовем k. k пробегает у нас диапазон, начиная от позиции i плюс 1. Это очень важно, потому что я не должен, когда я буду выбирать и ставить вот сюда, да, вот у меня уже i равное 2. Эти товарищи уже на окончательных позициях. Я сюда сейчас хочу поставить человечка, да? Так вот, я не должен ни в коем случае соревнуюсь на минимальность вот этих товарищей тоже спрашивать, а вдруг они меньше. Мне нужно только тех, кто правее. Этого правее и этого, может, они должны зайти. То есть левый уже, все, мы его не трогаем. Срез от a, от нуля до i, это уже неприкасаемо, да? То есть вот в этом месте, это инвариант. Давайте запишем. Инвариант с отмировки выборов. Вариант a от нуля до i, да, отсортирован окончательно. Окончательно. То есть все уже на конечных позициях. Понятно? Это вариант этого цикла. Когда i достигнет, у меня, лен а минус второго значения, да, у меня получится, что срез от нуля, когда i достигнет лен а минус второго, у меня все от нуля до лен минус второго будут отсортированы. лен а минус один у меня, да, лен а минус один, да, и равно будет у меня очередное значение, у, да, ноль, лен минус а минус второй, да, ну, в общем, когда i у меня как бы вот вышагивает за пределы цикла, становится как бы лен а минус первым, то у меня отсортированы все, включая этот, а этот автоматически. Все, ладно, я уже запутываюсь. И плюс один, двигаемся дальше. И плюс один, но в данном случае я должен по последний элемент включительно. Поэтому я пишу лен а в качестве стопа, чтобы лен а минус первый, n минус первый элемент был достигнут при поиске минимума. И что я делаю? Я переставляю местами, если, если у меня кандидат, стоящий в позиции к, оказался меньше, чем текущий минимум, в этом случае я меняю их местами, ну, я по-битоновски коротко поменяю их местами, акаты, запятая аитой, равно аитой, запятая акатой. Это понятно? Ну, если не писать вот этот комментарий, то пишется это раз, два, три, четырьмя строчками. Этим прекрасным алгоритмом, потому что он такой короткий. В принципе, и та короткая сортировка, но это еще короче. Так. Следующее. Это сортировка методом, а, да, я не сказала симптотику, сортировка выбором квадратичная, О, от n квадрата. Легко посчитать, просто там два цикла, и там тоже вся эта арифметическая прогрессия налицо. n минус 1 итерация, в каждой из них 1, 2, точнее, n минус 1, n минус 2, n минус 3 при поиске. То есть, арифметическая прогрессия наоборот. Чем дальше, тем быстрее. Но в начале, в общем, все равно струдируется арифметическая прогрессия, и получается n квадрат по полу. Так, ладно. Это сортировка методом пузырька. Сортировка методом пузырька я так и нарисую, как пузырьок. Нет, не будем солдат тронуть, может быть и тронем. Представьте себе, что у меня как некий стакан или колбочка с жидкостью. Причем у меня индекс массива будет расти снизу вверх. Нулевой, первый, второй, третий, четвертый, пятый. У меня тут чуть длиннее получится. Давайте. Теперь я хочу так, что у меня тяжелыми считаются элементы с маленькими числами, да, а легкими элементы, в которых большое число. Ну, чтобы было по возрастанию. И я буду делать так. У меня, когда я вижу здесь, ну давайте какие-нибудь числа напишу. 5, 2, 3, 1, 4. Ну, вот как-то так. И я буду делать следующее сортирующее действие. А, я называю эту сортировку, да, можете так и написать. На экзамене только так напишите. Близорукий прапорщик. Близорукий прапорщик. А здесь сортировка выбором, это, как назвать, однозначно. Или так сказать. Который любит однозначности окончательных, да? Окончательный прапорщик. Ну, не знаю, как это сказать. Ладно, не будем. Но здесь это слово близорукий очень четко характерно. И давайте все-таки солдат покажем. Представьте себе, что у меня прапорщик не умеет сравнивать высоты солдат, которые стоят далеко. И он на ощупь их вот подходит. Подходит, и вот рядом стоящий. О, вот когда они рядом стоят, он может понять, кто выше, кто ниже. А может ли такой прапорщик вообще отсортировать этих солдат? Может. Для этого ему надо делать следующее. То есть он будет делать некие сортирующие действия. А именно, он будет сравнивать рядом стоящий. Говорит, о, ребята, да вы не в правильном порядке. Поменяемся. Поменяемся. Да? Дальше. О, ребята, он пошел дальше. О, ребята, вы в правильном порядке. Все нормально. И пошел дальше. О, ребята, вы в неправильном порядке. Поменяемся. Да? О, ребята, дальше идет. О, ребята, вы не в правильном порядке. Меняемся. Меняемся. Подскажите мне, пожалуйста, порядок от этого увеличился? Ну, глобально увеличился. То есть, в принципе, они более-менее упорядочились. Но вопрос вот в чем. Что, несмотря на то, что отсортировалось все так неплохо, но в чем мы можем быть уверены? Где наши варианты? Можем ли мы быть уверены, что эта сортировка, она вообще приближает нас к окончательному результату? Где именно математически точное утверждение, поэтому можно сказать, вот это точно произошло. Последний встал на свое место. Абсолютно верно. На самом деле, за счет этого, последний встал на свое место. Причем, кстати, на окончательное место. Более того, поскольку он встал на окончательную позицию, то товарищ, который стоит в следующие проходы прапорщика, они могут вот этот хвост уже не задевать. Туда уже ходить не обязательно. Там уже все в порядке. То есть, при желании он, конечно, может каждый раз доходить до конца. То есть, раз, два, три, четыре. Ему требуется совершить всего N-1 проход. N-1 проход обеспечит ему полную сортировку. Гарантированно. Просто потому, что за первый проход у него один элемент в конце, за второй второй элемент в конце, за третий этот. Мы видим, что в данном случае он сейчас справится за два прохода. Поэтому сортировка пузырьком, если прапорщик, ну, не совсем тупой, он может сообразить, что за этот проход не было ни одной перестановки, значит, пора заканчивать. Но я сейчас буду делать достаточно тупого прапорщика. Здесь можно так. Почему называть методом пузырька? Теперь расскажу, почему методом пузырька. Вот представьте себе, я смотрю на нижний элемент, он у меня начинает, как некоторый пузырек моего внимания, подниматься наверх. Они в неправильном положении меняют местами. Но у меня, как сказать, пузырек моего внимания ползет вверх. В неправильном порядке меняем местами. Пузырек выше поднялся. Дальше что? В неправильном порядке меняем местами. Вот пузырек пошел выше. В неправильном порядке меняем местами. В итоге у меня пузырек поднялся. И вот это у меня уже гарантированно отсортированная часть списка. В конце. Дальше что? Двоечка поднимается, она пузырек. Снова пузырек со дна поднимается. С тройкой в правильном порядке, но пузырек моего внимания, я не меняю местами, но пузырек моего внимания поднимается выше. Понятно? Тройка этничков в неправильном порядке меняем местами. 1, 3. Вопрос вот какой. Какая асимптотика? Если он даже будет очень умным, наихудшим случаем является, как и в случае сортировки вставками, массив отсортирован задом наперед. В этом случае сортировка пузырьками, на пузырька она будет сортировать его n-1 проход, несмотря ни на какие оптимизации. Понятно? Значит, давайте я напишу алгоритм, отдохнем. Def bubble sort. А. Итак, у меня for i А, да, я давайте здесь назову не i, а прямо назову iteration. Да, ну или как-то так вот. То есть проход. Я даже, не знаю, по-русски можно было бы называть. А, проход. Ну, не знаю. Давайте k назову. Все-таки вот k здесь я сделаю снаружи. Пусть k будет. For k in range. Сколько раз мне надо сделать? k это номер прохода. Сколько раз мне надо сделать? лен А минус 1. Правильно? Так, ну, я хочу, как этот русский человек, он любит, от единички считать. Позвольте мне сейчас посчитать от единички. От 1 до лен А минус 1 как раз будет ровно лен А минус 1 и 2. Значит, получается, что лен А минус 1 включительно, значит, с 1 по лен А не включительно. Поэтому вот такой диапазон. Так, и что теперь? Я на каждом этом проходе пробегаюсь от начала, от начала, от нуля, до, докуда? Ну, очевидно, ну, как бы до конца, но мне, поскольку я сравнивать буду парочками, когда он все время парочку будет и того, и плюс первого, и того, и плюс первого, то последний достигающий, достигаемый, должен иметь значение и минус 2, потому что последний элемент, как вы всегда помните, и минус 1, в смысле, n минус 1, да? На, прошу прощения, n минус 2, простите. n минус 2 должен быть достигнут, да? А? Значит, стопом должно быть даже на первой итерации n минус 1, да? То есть лен А, это n минус 2, лен А минус 1. Но, как вы понимаете, у меня на следующей итерации, на второй итерации, у меня еще один элемент отцепкирован, я могу раньше останавливаться на единичку. То есть на... лен минус 2. n минус 2 будет. Минус k. На третий n минус 3. Да, получается, лен А минус k. Ну, понятно, почему я начал с единички, чтобы не писать лен А минус k минус 1. Что я делаю? Точно так же, как в сортировке выбора, почти точно так же, если у меня А и ты, и А и плюс 1 находятся в неправильном порядке, а неправильным порядком является, что и ты больше, чем А и плюс 1, неправильный порядок. Кстати, а там правильный, да, то есть когда k более подходящий на эту позицию минус, да. А здесь у меня получается вот так вот, именно когда неправильный порядок, я меняю их местами. По-петодовски это делаем. А и ты, А и плюс 1 равно А и плюс 1 запятая А и ты. Все, поменяли тесто. Никакого ретерна не надо, все это, это реально конец функции, а по окончании этого цикла массив отсортирован. В 4 строки пишется. Вот. Отдыхаем, после перерыва следующие закрошки. А это тоже оттенков. Близорукие группы, правда. Итак, а деф фулл сорт. Что будет здесь? Этот прапорщик будет, мне все-таки придется постерить. Этот прапорщик будет делать примерно то же самое. Но каждый раз, когда он будет обнаруживать, что удалось переставить двух солдат местами, он будет торжественно праздновать и забывать, где он только что был. А раз он забыл, где он только что был, ему придется возвращаться к самому началу строя. То есть, он каждый раз будет начинать от начала. И, к сожалению, это понизит асимптотику. Асимптотика близорукого глупого прапорщика от оттенков. Доказывать я это не буду, просто напишу саму сортировку. Итак, как, ну, в данном случае, понятное дело, что я должен действовать до тех пор, пока он не дойдет до самого конца. То есть, в момент, когда он дошел до самого конца, значит, что реально ни одной перестановки не случилось. Значит, что у меня будет? У меня, я сделаю циклом вайл. Циклом вайл. Вначале я говорю и равно нулю. То есть, я начинаю с самого начала. С самого начала. Смотрю на самого первого солдата. До каких пор я буду делать? Пока у меня и меньше, чем м минус 1. Пока и меньше, чем м минус 1. Ну, потому что, если у меня и указывает на м минус 1, это значит, что у меня при проверке м минус 2 с м минус 1, да, со следующим, у меня они стояли в правильном порядке. Ну, и все предыдущие, раз уж я до сюда дошел. Да? Значит, если и указывает уже на этого, то сравнивать его с элементом правей бессмысленно, там никого нет, и все по верну. Так вот, а пока и меньше, чем м минус 1, мне требуется продолжать. Итак, что я делаю? Если у меня если у меня аитый больше, чем а и плюс 1 в неправильном порядке, тот, кто стоит левее, выше того, кто стоит правее, то я меняю их местами, аитый, запятая а и плюс 1, а и плюс 1 аитый, и праздную и равно 0. То есть, возвращаемся к началу списка. Ну, теперь же все поменялось, мало ли, вдруг это товарища Идитова теперь, в общем, с начала начинает. Вот. А если нет, а если нет, а иначе, и плюс равно 1. Понятно? Успешно, значит, мы их поменяли и возвращаемся к началу. Если нет, то увеличиваем. Все. Алгоритм сортировки дурака написан, асимптотику я вам назвал, понятно, что ей реально пользоваться никто не будет. Из вас. Знать надо наизусть. Ну, или вы умеете восстановить алгоритм. Теперь давайте перейдем к каким-нибудь интересным сортировок. Вот представьте себе, я вам ставлю конкретную задачу. Заголовок сортировка подсчетов. Сортировка подсчетов. Итак, ставим следующую задачку. 1, 2, 2, 1, 0, 3, 3, 7, 6, 5, 2, 3, 4, 8, 3, 3, 2, 1, 0, 7, 7, 6, 2, 1, 0, 3, 6, 2, 7, 3, 3, 4, 8, 2, 1. Для выполнения сортировки этого списка мне требуется порядка n квадрата операций, если я буду действовать методом сортировки пузырька, выбором. И, понятное дело, что компьютеру это будет нечего сделать за долю секунды, но реально мне на доске осуществить сортировку методов пузырька в рамках там, у меня здесь сколько элементов? Ну, порядка так вот, 10, 20, около 35, 35 элементов, 35 в квадрате, 1000. В общем, я не закончу до конца лекции, а давайте сделаем по-другому. Я смотрю, но я же вижу, что это цифра, давайте подсчитаем количество цифр. Ноликов, единичек, двоих, троих, четверок, пятерок, шестерок, семерок, восьмерок и девяток. Я сейчас завел себе счетчики. Завел себе счетчики, но поскольку я не хочу стирать много, я буду считать в лунарной системе исчислений. Она, знаете, чем чудесна? Там ставишь зарубку, и для того, чтобы написать следующее число, не надо стирать старое, просто еще одну зарубку ставить. Итак, у меня, я вначале буду пальцем показывать, а потом мысленно продолжу. Единица, ставлю галочку, там еще четыре единицы, двойка, еще двойка, еще единица, нолик, тройка, тройка, семерка, шестерка, я уже перестаю пальцем, пятерка, двойка, ну вот я двигаю, да, тройка, четверка, восьмерка, тройка, тройка, двойка, единичка, нолик, семерка, семерка, что там дальше? Шестерка, двойка, единица, ноль, три, шесть, два, семь, шесть, два, семь, три, три, семь, три, три, четыре, четыре, восемь, два, один, восемь, два, для этого мне потребовалось сколько операций совершить? н, то есть я сейчас за н операций собрал себе статистику, ну поскольку вы уже познакомились с гистограммами на лабораторной работе правила, вы можете понять, что вот это вот фактически это гистограмма, только которую завалили на бок, да, это гистограмма, распределение по этим числам, заваленное на бок, ну или статистика, статистика частот, собранная в массиве частот, то есть у меня был оригинальный список и есть массив частот, я его купой Q обозначу, это у меня будет Q, ну естественно, что начальное состояние Q у меня должно состоять из нулей, да, и у меня этих нулей должно быть 10 штук, да, но номер цифр у меня будет определять местоположение счетчика, где собственно чистота цифры есть, да, давайте так и назовем еще раз, это у меня массив частот цифр, массив частот цифр, если мне теперь понадобится вывести на экран эти числа в отсортированном порядке, то что я сделаю? Я три раза выведу на экран ноль, пять раз выведу на экран единицу, семь раз двойку, восемь раз тройку, два раза четверку, один раз выведу пятерку, три раза шестерку, четыре раза семерку, два раза восьмерку, ноль раз в девятый, понятно? То есть я еще n, ну а количество, суммарная сумма всех счетчиков, она равна n, ну понятно, все числа встречаются здесь, на четвертых количествах n, и суммарная сумма всех счетчиков, она равна n, да? соответственно у меня операции по выводу на экран n штук, то есть у меня n плюс n, это 2n, это асимптотика O от n, ребята, это же сказка, какой n квадрат? Всего лишь это операции, более того, более того, сортировка подсчетов, является однопроходным алгоритмом, он однопроходный, что это значит? Мне не требуется дополнительной памяти, равной длине массива, даже если бы у меня тут был миллион, или миллиард этих чисел, я мог бы все равно завести себе массив размера 10, в этот массив, проходить, брать очередное число, собирать статистику, то есть я мог это делать вообще на лету, и вообще не сохраняя эти дисходные данные в массив, представляете, как здорово? Сразу просто запоминают их количество, а по сути, вот что такое массив частот? Он содержит в себе всю информацию о количестве каждой цифры, то есть он в сжатом виде содержит отсортированный исходный массив, автоматически отсортированный, потому что в нем у меня от 0 до 9, они просто автоматически, эти счетчики, и так были отсортированы, то есть я потерял информацию о порядке цифр начальном, начальная информация по порядке цифр утеряна, ну и ладно, и хорошо, я ведь сортировать собирался, правда? То есть если данные нужно проанализировать по частотам, то мне никакая сортировка для этого не нужна просто, не нужна. Первая часть сортировки подсчетов иногда называется частотным анализом, потому что часто нам исходный массив, он вообще и не нужен, нам не надо будет его восстанавливать, нам уже достаточно самого Q. При помощи этого Q можно ответить на такие вопросы, как, какая цифра так встречается чаще всего, как я сделаю? Я пробегу по этому списку из 10 элементов, найду максимальный, очевидно это будет какое? Число 8, 8 раз встречается кто? Смотрю на индекс, то есть позиция максимума, то есть алгоритм, ищущий позицию максимума. Тройка, позиции 3 я нашел максимум, значит тройка встречается чаще всего, сколько? 8 раз. Понятно? Какое число второе по частоте, по популярности? Ищем второй максимум, причем поиск этого максимума сколько времени займет? ООТЭН? Нет. ООТЭН это первый сбор статистики. 10 операций. А? А, ну, 10. 10 операций, да, то есть это линейный проходик, поиск одновременно проход двух максимумов, там какая разница, их все равно 10, можно за два прохода найти первый максимум, а потом уже второй. Понимаете? У нас все собрано компактненько и удобно. В чем фишка? Почему я вообще рассказывал эти классические сортировки, почему вообще, вот я сразу не рассказал вот это вот, почему все не остановились на сортировке подсчета? Смотри, у меня множество ключей, ну, сортируемые значения, я буду называть ключами сейчас, да? Ну, не важно, можно их сами, но это лучше ключи. Так вот, у меня это множество ключей, по которым производится сортировка, то есть, возможные значения ключа К, это множество возможных ключей, нереально присутствующих, множество возможных ключей. оно имеет некоторую мощность, это мощность множества К. Что такое мощность? равномочные множество, это количество элементов в нем. фишки высшей математики, это сравнение бесконечных множеств, когда уже бесконечное количество алиментов, показывает, что множество могут быть неравномочными, вы это знаете. задачки про бесконечную гостиницу, может ли хозяин бесконечной гостиницы переселить всех своих гостей к другу, который тоже хозяин бесконечной гостиницы, к другу хозяину бесконечной гостиницы, надо переселить всех своих постояльцев, потому что выключили отопление. А у того все номера заняты. Решение очень простое. Этим командуем перейти в четные номера, а тем в нечетные. Или наоборот. А поскольку четных столько же, сколько натуральных, у нас получается, что все снова расстелились по своим местам. Хватает места. Вопрос, а если у меня в каждом номере бесконечной гостиницы живет хозяин бесконечной гостиницы? Это о равномочности рациональных чисел, которые Q. Q равномочное, или оно множество натуральных чисел. А в этом случае, если в такой дважды бесконечной квадрате гостиницы, n квадрат, если в ней выключили отопление, а запасная гостиница только одна, в которой n. А можно ли всех переселить? Или, короче говоря, можно ли пересчитать натуральные числа? Можно. А? Можно. Но там уже сложнее, но можно. А можно ли пересчитать все вещественные числа? Нет. Нельзя. Но там тут всякие забавы есть. Но и в случае с конечными множествами, сейчас возвращаемся в информатику, конечные множества, так вот, это просто количество элементов. Множество равномочность, для них одинаковое количество элементов. Так вот, у меня количество этих элементов, мощность этого множества невелика. Она сейчас равна 10. У меня вот эти сортируемые числа, они принимают значение от 0 до 9. Их мало. Поэтому первое же действие, первое действие, оно мне не вызвало какого-то отторжения, ужаса. А теперь представьте себе, что мне надо отсортировать всего лишь 5 чисел. 5 чисел. Вот они. Раз, два, три, четыре и пять. Четыре. А? Не, ну вот они. Первое число, второе, третье, четвертое и пятое. В питоне длинная арифметика, ребята. Давайте, а равно. В питоне длинная арифметика. Вот он список, который надо отсортировать. 5 чисел. Сортировка пузырьком сделает за сколько операций? Ну, 5 в квадрате пополам. Даже чей-то меньше будет немножко. Да? Ну, 15 операций. В общем, немного ей придется трудиться. А первое же действие сортировки подсчетов потребует, допустим, неизвестно, что числа натуральные, целые, положительные, но и не превышают, сколько у меня самое длинное? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, да? А это девять, да? Не превышают одного миллиарда. Так же не превышают, не превышают? Десять миллиарда. Нет, девять цифр, здесь девять цифр. Шестьсот двадцать семь миллионов, триста тридцать четырех. Все нормально. Не превышают миллиарда. Вот мне это известно. Значит, мне надо создать миллиард счетчиков. И все от нулит. То есть я умножаю на десять в степени девять. Вперед. То есть на самом деле мне требуется в самом начале, это я так написал О от N, а на самом деле О от N плюс M, где M это мощность множества потенциальных ключей. И если N превышает мощность множества потенциальных ключей, то тогда имеет смысл этим заниматься. А если я, не дай бог, буду какие-нибудь вещественные числа сортировать с плавающей точкой, восьмибайтные, ну, два в шестьдесят четвертой состоянии. Два в шестьдесят четвертой это примерно, даже если это восьмибайтные целые числа, потому что с этими еще и проблема того, что числа там сложно создать упорядоченный набор счетчиков. А так два в шестьдесят четвертой, даже если это целые восьмибайтные числа, ну, давайте прикинем, два в четвертой это шестнадцать, правильно? А два в шестидесятой, это каждое два в десятой, это примерно тысяча. Значит, это примерно 10 в кубе шестью три. Шестью три. Сколько? Восемнадцать. Это мне нужно столько счетчиков надо мне для сортировки восьмибайтных чисел. Да? Значит, что я могу сказать? Если у меня наберется столько оперативной памяти на земле, хотя бы по одному байту на каждый счетчик. Ну, один байт, а что, у меня размер счетчика должен, в счетчике должно помещаться, ну, не менее, чем n чисел. Да? n должно помещаться. Ну, допустим, я буду сортировать списки длины 256. Тогда на 1 байта достаточно. Если мне нужно, чтобы список мог быть хотя бы, там, не знаю, что это, сколько там следующее, 16 тысяч, а, 64, да? 63, 356, по-моему, следующее, да? 65 тысяч 536 чисел. Да? Мне нужны два байта уже. Да? Два байта. Да, двух байтов. Ну, даже по одному байту. Все равно, это такое количество оперативной памяти, я нигде ее не найду. Понятно? Поэтому, очевидно, что сортировка под счетом, она эффективна только там, где мощность, количество ключей мала. То есть, мне это принципиально важно. m должна быть мала. Напишите это, пожалуйста. Мала с большим и специальным значком. Тем не менее, она действительно важна, эффективна и полезна. Давайте ее напишем. def.count.sort. Итак, первое. Сбор статистики. Я создаю себе массив счетчиков. Ну, я елки-палки должен что-то реально знать про этот массив. Вот давайте я сейчас буду, как оно оригинально было, думать, что это массив цифр. Хорошо? Иначе тут будет жесть какая-то. Поэтому я делаю что? u равно, у меня что? 0 умножить на 10. И в комментарии я напишу, что сортируем цифры. Теперь, что я делаю? Я запускаю for x in a. Да мне наплевать на их индексы. For x in a. Что я делаю? Я q в x-той позиции. x здесь как раз является индексом позиции. q x-той я увеличиваю на единичку. Плюс равно 1. И это весь сбор статистики. И здесь у меня, собственно, и есть эти n операции. Вот эта штука, она и является, вот в три строчки это и есть частотный анализ. После этого можно массив частот анализировать. Дальше. Я должен, ну, хоть как-то вернуть это в исходный массив. Поэтому мне придется в соответствующую it-ую позицию закладывать значение. Однако мне придется при этом бежать непростым образом по массиву частот. Поэтому я сделаю сейчас так. Я заведу поз, который будет сейчас указывать в позицию 0 исходного массива. А затем я что? Запускаю следующий цикл, который... Два цикла, на самом деле, будет. Я бегу по x-ам, по цифрам. Да? For x in range. В том диапазоне, который у меня, по сути, диапазон цифр, возможно. Да? Вот 0 до 10 не включительно. Еще раз. Я здесь вынужден знать что-то заранее про то, что именно я сортирую, про мощность множества ключей. Так, поэтому здесь у меня захаркоджено десятка. Да? То есть всевозможные диапазоны, всевозможные цифры по порядку от начала к концу. А если я сделаю наоборот, то будет сортировка по убыванию. А так эта сортировка будет по возрастанию. То есть всего лишь, что будет тут перестановочка, она сыграет роль, какая будет убывание или возрастание. Что я делаю? Я должен n, прошу прощения, qx-то я раз записать в позицию воз, число x. Значит, что я для этого сделаю? Я сделаю это при помощи цикла. Мне требуется цикл, в котором я и, где и у меня пробежит сколько раз? qx-то я раз, то есть количество раз, сколько x встречалось в исходном массиве. Вот это количество раз я буду делать следующее. Я в а позицию воз буду класть x. А позицию воз увеличивать на единичку. Ну вот теперь все. То есть вот это все, это финиш. Return a делать не надо, потому что сортировали его на месте. Временный массив будет освобожден по выходу. В общем, я показал вам плюсы и минусы. Давайте сейчас попробуем что-нибудь с ней сделать. Идея-то хорошая. Идея-то классная, правда? Быстро сортировалась. Но вот с большими числами, к сожалению. А давайте пусть числа будут не такие. Ладно, я тут напишу. Поразрядная сортировка. Поразрядная сортировка. Допустим, у меня есть следующее массиво. 615... 604, давайте. 604. Какой-нибудь еще. 123. Я сильно много цифр использовать не буду. Тем не менее, какое-нибудь там давайте 2 сюда число добавим. Так, что еще добавим сюда. Еще какое-нибудь число. 21, 21 добавим. Ну и еще одно число. Какой-нибудь. 100... Нет, нет, 100 надо. 102. Я сейчас верчусь все вокруг одних и тех же чисел, чтобы у меня хоть какая-то плотность возникла. Потому что я на большом количестве чисел не покажу. А мне надо, чтобы, по крайней мере, несколько чисел попадали в одну пучку. Что я хочу сейчас сделать? Я хочу отсортировать эти числа, закрыв на них глаза. Закрыв на них глаза, но не совсем. Я буду смотреть на эти числа через такую, как бы, дырочку, через прорезь. Я буду смотреть только на их последнюю цифру. То есть я буду сортировать, как бы, пятерку, девятку, ноль, шесть, два, четыре, три, два, один, два. Если я буду смотреть только на одну цифру, то я могу что делать? По сути, сортировку подсчетов. Но я же не могу стирать. Мне недостаточно просто собирать статистику. То есть мне не удастся просто галочки ставить. Мне нужно сами числа сохранять. Ничего страшного. В питоне есть как раз удобный инструмент, списка неизменяемой длины. Я заведу себе 10 списков. То есть вместо 10 счетчиков я заведу себе 10 списков. И в эти 10 списков, я, так, сейчас секундочку, я вот тут их чуть ниже заведу. Ноль, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И в эти 10 списков, когда я буду встречать очередное число, я буду его туда добавлять. по принципу сортировки подсчетов. 615 я добавляю в список. Там, где пятерка. Да? 19, там, где девятка. Ох, ребята, как же жалко. Надо успеть. Чуть-чуть я вас задержу. 1, 0. Это 0. Это шестерка. Не верите своим глазам. Это двойка. Это четверка. Это тройка. 1, 2, 3. Это двойка. Это единица. Единица. Это у нас кто? 21. Это единица. И 1, 0, 2. Это у нас двойка. Если я перепишу теперь, состыкую все эти кучки по порядку, соберу их обратно в единый массив, то у меня получится следующее состояние этого массива. 10, 21, 12, 2, 102, 123, 604, 615, 76, 19. Если кто-то скажет, что здесь что-то упорядочилось, он будет скорее не прав. Но на самом деле упорядочилось. И вариант этой сортировки, он совершенно дикий. У меня все эти числа упорядочены, если смотреть на них через опять ту же самую дырочку, через которую я их сортировал. То есть смотреть на них, как на одноциферные. А теперь, если я применю это к следующей, если я сдвину дырочку, и буду смотреть на следующую цифру, на следующую, то я отсортирую по второй цифре, при этом так, чтобы исходный порядок не нарушался, а надо заметить, что раскладывание по этим 10 кучкам и сборка, а на те числа, которые были, в каком порядке они были, если они в одной кучке, то они в этом же порядке, в этой кучке и записаны. То есть порядок следования в кучке важен. Так вот, у меня порядок, уже имеющийся, не нарушится, но добавится вторая упорядоченность по второй цифре. Второе раскладывание приведет к чему? Что у меня на это число, 0, 1, 2, 3, 4, 5, я не буду алгоритм писать, только еще поясню до конца это действие. Это у меня попадает в кучку 1, это попадает в кучку 2, это в кучку 1, это в кучку 0, потому что у него остаток при делении на 10, с отбрасыванием последней цифры уже, зато 0 получается. Поэтому это в нулевую кучку попадает. 1, 0, 2 это сюда же попадает, там 0. 1, 2, 3 это 2, 1, 2, 3, 604 это 0, 615 это 1, дальше 76 это 7, 19 это 1. Выписываем 2, 102, 604, 604, 10, 12, 615, 12, 19, 21, 123, 76. И опять, у меня числа являются отсортированными, если забыть про старшие разряды. А смотреть только на 2 младших. Ну, это как бы 0, 2. Понятно? То есть, 0, 2, 0, 2, 0, 4, 10, 12, 15, 19, 21, 23, 76. К моменту, когда у меня закончатся все разряды, то есть я достигну максимальной длины числа, у меня закончится сортировка, все числа окажутся отсортированными. Поразрядная сортировка работает за время n раз, за n, но это нужно эти n операции повторять, некоторое количество раз равное длине, максимальной длине числа. n умножить на, ну давайте l напишу, l max, l max, и это максимальная длина числа. Понятно? Мне ее нужно перед тем, как начинать все эти итерации, узнать один разочек пробежаться, узнать, какое число здесь самое большое, и померить, сколько в нем разряда. А дальше n раз, раскладываем по кучкам, и собираем с очередной цифрой. Ясно? Все, побежали. Спасибо большое. Спасибо.